Мы пришли в этот магазин сумку собирать в роддом. Нам еще рано, сосочки-мосточки, мы это не смотрим. Давай конверт посмотрим летний. Да нет, синий не хочу я. Ну типа мальчик синий. Весна нахуй уже. Мортики всякие. Ну он теплый, да, кажется, тепловатый? Какой размер, а? Вот тут так же красивые, очень милые, маленькие. Вот этот красивый, прям маленький-миленький. Ну что? Даже есть маленькие следы. Что за следы для детей? И шкафчики. Ой, в шкафчиках тоже есть вещи. Вот такие маленькие. Ну посмотри, какие маленькие бодики есть. Очень маленькие тут есть. Вот прям. Давай, бери эту пижаму, пошли. Эту? Да, эту берем. Здесь вот есть готовая зубная щетка, зубная паста даже. Накладки на унитаз. Решили взять бирюзовый конвертик. Сегодня пятница, нам вот такие вот подарочки подарили. Вот магазин прямо находится около роддома. Это наш большой роддом. У нас два роддома в городе. Так, это большой, новый роддом. Здесь с этого магазина доставка бесплатная. Можно в любой момент доставить все, что нужно. Друзья, всем большой привет. Добро пожаловать на мой канал. Наконец-таки я собрала свою сумку в роддом. Хочу показать вам, что я беру с собой. Основывалась я на своих первых родах, которые прошли через кесарево сечение. Вот такой вот списочек дают в магазине, где ты собираешь сумку в роддом. Здесь написано все необходимое, что нужно для мамы и для малыша. Ну, в принципе, вот, например, плед мне не понадобился. В роддом не дают плед и все дают. И градусник этот не нужен. Остальное собрала по списку. Также я сама дописала то, что мне нужно будет с собой забрать. Сейчас распакую вам, покажу. Вот, что я беру в операционную, так как у меня кесарево сечение. Беру носочки. Так, подгузник обязательно. Одноразовая пеленка. Это сейчас сложу аккуратно. Обычная муслиновая пеленка. Так, в списке кофточка. Это кофточка что-то большемерка, что ли, по-моему. И костюмчик ползунки с распашонкой. И чепчик. Распашонка в этот раз не брала, потому что распашонка, животик постоянно открывается. Поэтому я взяла с бодиком, ползунки с бодиком. Ну, это суп, я еще может быть заполню чем-то. Так. Это у нас большие памперсы для взрослых, подгузники. Эти мы берем, если воды отошли. У меня в первые роды воды отошли сначала. Поэтому памперсы такие носить неудобно. Постоянно расстегиваешь, когда ходишь в туалет. Трусики удобнее. У нас только, если воды отойдут, разрешают носить эти памперсы. Так. Беру вот такие трусики, заказывала на Валберис одноразовые, послеродовые. В первые роды я тоже их использовала после кесарева. Но у нас в роддоме почему-то их не разрешают носить. Говорят, что нужно обычных ХБ. Меня врачи ругали, когда приходили на осмотр. Но я все равно их носила пару дней, потому что удобно. Раз испачкались и выкинул. Вот такие вот трусики. Очень удобные и мягкие. Прокладки я беру обычные, ночные. Так как первый раз я брала урологические прокладки, они мне вообще не понадобились. Они очень толстые, мне не понравились. И у меня таких обильных выделений не было. Поэтому в этот раз я беру которс. Также беру одноразовые пеленки. Одноразовые пеленки там нас требуют. Там постоянные обходы почти через каждые полчаса. В общем, просят стелить одноразовые пеленки под себя. Также под малыша нужно будет. Салфетки беру. Салфетки беру побольше, потому что мне муж довозил. Помню, чтобы никого не утруждать. Я хочу побольше взять и бумаги туалетные, и салфеток. Потому что первый раз я лежала пять дней в роддоме. Поэтому мне нужно будет много. Я немножечко задыхаюсь, извиняюсь. Блин, в этот раз мне прям тяжело дышать. Вот такие вот влажные салфетки взяла я маме и бэйби. Мне очень нравятся. Мы такие подгузники сыну покупаем. Именно эти подгузники нам подошли. Мы пробовали разные подгузники. Японские, корейские. Но именно вот эти вот маме и бэйби нам очень хорошо зашли. Никаких этих раздражений не было. Хотя на все подгузники, которые мы пробовали, раздражения не было. Почему я беру салфеток влажных много? Потому что в первые роды я брала одну пачку себе. Потом уже довозила еще две пачки. Я боялась ребенка подмывать. Он такой был маленький, крохотный. Я один раз подошла к рапине. Взяла его одну руку. Одной рукой нужно было уже подмывать. И он постоянно так болтыхался, барахтался. Я думала, сейчас его уравню. В общем, решила я его протирать салфетками влажными. Думаю, потом научусь и дома буду его подмывать. Ну, на первый раз я беру вот этих агис и лицовт. Ну, Левка. У меня сын родился три 950, извиняюсь. Но, тем не менее, они где-то еще недельки три мы носили. Они хоть и маленькие такие, вот они на вид, но они подойдут. Это же четырехкилограммовый ребенку. Почему я взяла хагисы? Потому что здесь именно только в хагисах есть вот такая выемка для пупка. Очень удобно. На вид, кажется, конечно, они такие маленькие, но они подойдут ребеночку навражданному. Поэтому я взяла хагисы именно. А потом, я думаю, что мы будем брать маме Бэви. Вот такие же, как я старшему беру. Мы их заказываем и нам доставляют их бесплатно. Беру жидкое мыло. У нас еще в списке есть обычное мыло, но в первый род она мне не понадобилась в роддоме. Поэтому я не буду брать жидким, обойдемся. Беру пустышку на всякий случай. Старший сын у меня не брал пустышку вообще так и не сосал. Капельки это для себя. Беру пурила на всякий случай. Я думаю, им пользовалась года еще, наверное, полгода где-то еще точно. Но в больнице мне не понадобился в роддоме. На всякий случай возьму, в этот раз может быть понадобится. Также беру судокрем, наверное, все знают. Такой детский крем обычно возьму, гипоаллергенный. Здесь у меня зубная щетка, зубная паста, обычный крем для себя, помада гигиеническая. Но помада мне всегда нужна, мне всегда губы сохнут. Также я беру бритву, это на всякий случай. Я думаю, что я заранее подготовлюсь. Но пусть лежит на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг не успею что-то сделать, какие-то процедуры. Также у нас в списке есть ватные палочки, ушные палочки. Ой, ватные диски, извиняюсь. Ватные диски, ушные палочки. В первый раз я тоже забирала с собой по пачке, но мне не понадобилось. В этот раз я немножечко положила, вдруг понадобится, вдруг не понадобится, на всякий случай. Также я беру с собой шампунь сюда залила. Потому что в первый раз я лежала в патологии, там я могла голову мыть, душ принимать. А вот после родов, конечно, уже нельзя. Душ принимать, купаться уже нельзя. Но я возьму на всякий случай, мало ли что будет, как будет. Конечно, хотелось бы родить самой, но вряд ли мне врачи позволят. Еще у нас такой промежуток маленький с сыном. В старшем год и семь. Обычные резины в тапочке тоже доказывала на Валберес. Здесь у меня халат сверху одевать. Это мой домашний у меня здесь. Я его не покупала, но давно покупала. Вот такие у меня две сорочки. Я на себя не нашла размер в магазине. Пятидесятый был самый маленький, на меня он уже в обтяжку. Поэтому мне пришлось вот такие бабушки на сорочки взять. Ну ничего страшного, переживем. Носочки, как обычно. Здесь белье для кормления. Трусики, короче. Бантеры. Бирусовый бандаж. В первую беременность, вообще, после кесарева мне не разрешали носить бандаж. Врачи сказали, что нельзя. Хотя мама мне говорила, завязывая живот платком. Советским методом. Живот не уйдет. И действительно, я послушала врачей. У меня живот не ушел. В этот раз я послушаю маму, а не врачей. Забираю с собой бандаж. Четыре вот такие пеленочки. Там у меня еще одна есть. 5 пеленок у нас в списке. Но я могу еще забрать у меня от сына старшего. Много пеленок осталось. Хороших прям. Беру вот такое маленькое полотенце для сыночка. И себе одно полотенце. Так, у нас в роддоме не купают детей. Вот такие вот слюнявчики. Это тоже от старшего сыночка осталось. Я их на всякий случай заберу. Покажу вам вещи еще. Вот такие, девчат, слипики я забираю с собой. Я забираю на всякий случай побольше. Потому что первый раз мы лежали 5 дней. У нас постоянно пачкалась одежда. Благо у меня мама жила в этом же микрорайоне, где роддом находится. Она постоянно мне приносила чистую одежду. Я ей передавала на стирку. Настирала, передавала. В этот раз мамки нету. Поэтому я на всякий случай заберу. Кого мне просить привезти. Муж не найдет. Вот. Мучу уж я. Вот. Ну и такой костюмчик тоже. Путик с ползунками, с чепчиком. Я не знаю, может быть, я не все заберу. Но я думаю, что на всякий случай, может быть, забрать мне это все. Ну, не требовал ни роддома, еще кофточку. Но она, по-моему, большемерка. У меня от старшего сына осталась еще маленькая такая. Наверное, я ее, может, возьму. Носочки у нас вот они цветные. Это тоже дарили сыну, поэтому я ее не покупала. Такие цветные, ничего страшного. Можно было, конечно, красивые, какие беленькие. Но ничего, пойдет в роддоме. Так, забыла сказать. Беру сейчас такую детскую бутылочку для малыша. Хотя мне не понадобилось. Первая из шприца кормили. На всякий случай беру две воды. Потому что я водохлёб. После операции очень тяжело. Прямо горло сушит. Лежа пить очень удобно. Еще возьму пятилитровку воду. У нас там в столовой кипяток дают на чай. А вот такую воду с собой забираем. Пятилитровки. Даже не хватает довозят. Тем более сейчас лето, жара. Заберу с собой что-нибудь на перекус, наверное. Ну и посуду. Ложку, бокал и тарелку. Может быть, что-то из косметики также возьму. Ну и вот этот вот конвертик все-таки мы купили. Конечно, жалко на один раз там только встретить. До дома доехать за пять минут, блин, этот конвертик с пользой. Хотели мы лучше взять. Да, потом решили, вот Березову все-таки, наверное, лучше вот такой вот. Так. Так. Так.